господи иисусе христе сыне божий помилуй меня греша номер 748 события дня псалом 3 3 многие говорят душе моей нет ему спасения в боге но ты господи щит предо мною слава моя и ты возносишь голову мою это за 30 декабря 2017 года вдруг узнаю заболел главный помощник который стал помогать вытаскивать сайта с нашего наши материалы которые стоят и не знаешь посещают не посещают вот новиков сергей александрович я ему пишу потерять вас вашу помощь значит снова на склады сдать то что стало возвращаться к жизни так что и в болезни это помните то есть болей да гляди виталий калиников пишет благодарю бога за любовь батюшек и гнатия и акима и братьев владимира никиты виктора романа и прочих также и сестер благодарю галину неонилу бабу серапиву матушку людьмилу надежду васильевну а не выходит чтобы по скайпу поговорить то я говорю а почему а мне говорят так а что он скажет ничего нету матвеев пишет я ждал посылку из барнаула думал дойдет за три дня он четвертый день моего караула стала грызть беспокойство меня еще раз проверил все правильно и все верно отправлено на еще 18 декабря напряженно смотрю в экран монитора там написано в пути посылка моя 23 число ценный груз мой москве 24 в подольске посылка встала жду не дождусь иллюстрации гюстава даре почта россии все нервы уже истрепала двадцать шестое число сижу весь в ожидании дома но кажется скоро выскочу и закричу прямо с порога и ты где мои прекрасные красные книги в три тома смотри мне в глаза и отвечай на вопрос железная дорога вот такого у меня еще не было понимаете стихи пишут и он прислал свое фото вот посмотрите фото тут и даже увеличить можно вот он сидит поэт а на мониторе то что там тоже наша и вот он он только один трехтомник выписал все получилось ждал да благословит вас господь все хорошо что хорошо то дошло все дошло мы молимся чтобы господь сохранял на которые нас нападают то люди то ну ниже ничего нету ни одной книжки то и как сравнивать одна книжка или ни одной так не просто книжка книга притом за 2000 лет впервые появилась толкование на весь новый завет с откровением в одном издании притом толкование наилучшее какое только возможно встретить в интернете или где-то и чтобы 230 иллюстрации гюстава дары а 10 классиков да все раскрашено да нет этого нигде экстра вот эти книги видели в библиотеке у путина но не подарены многим из 1000 экземпляров мы 600 только подарили проехали от океана до океана тоже это нигде нету вот ну и дальше а я дальше пишу интересное стихотворение уже было тут аргументы мнения людей ох как часто временно и ложны ряд свидетельств друг начнет редеть и свинью тебе в постель уложат худо плохо скверно на душе как припомнишь доводы свои же от которых ты же стал мишенью поражение замаячит ближе вам понятно что хочу сказать о доверии к словам библейским мысли лишние рубить и отрезать что не боже оно грядет в отместку все характеристики друг другу нашей биографии книги в свете библии метнуться проще с испугу словно птицы дикие от крика что не сходится с евангелием вечным не находит подтверждения в нем может не принять признав у вечным грош цена базарным шумным днем помпа и ажиотаж канонизации в судном страшном дне по воскресенье может ужасом обманом оказаться вовсе не золотом осенном бог всевышний и его васущий слово вечное оставил руководство но традиции преданий тучи тучи церковь обескровили так просто и куда ни глянь повсюду ложь церкви в государстве во всех мира во всем мире ежесчастно беспросветно сплошь будто жили сотни лет без стирки боже утверди авторитет вечного священного писания для православных библии редчайший раритет а значит наша жизнь распни они осанна 17 сентября 2004 года я всех поздравил как бы на что такой новый год посылаю вот посмотрите теперь тут уже мне не поднять что такое новый год и вы зайдите на наш форум это я со своего форума взял и там строчка идет ниже храма и в конце там общий поиск а я вытащил на первую страницу да на первой странице и на первой странице вы это все увидите что такое новый год там подробно три страницы у меня написано стихотворение высказывание святых отцов ну то есть все александр тетюшев вот посмотрите человек никогда мы не знали я его не встречал но какие отношения то я опять это к недругам обращаются но вы понимаете как полезно жить в дружбе с людьми ну и делиться тем что имеешь то дорогой игнатий тихонович посылки с вашими бесценными книгами получил спаси вас христос высылаю вам фотоотчет во славу божью отдельно благодарю вас за подарки и визитки слава христу сразу хочу сказать что еще до того как посылки попали ко мне в квартиру две книги к православию то есть он раньше выписывал подарил своим старшим сестрам марии и вдокии а у меня мать мария сестра и вдокия тоже одну книгу подарил троюродному брату павлу а у меня родной брат павел одну эту же книгу по почте отправил в оренбург керманаху валентину бандеролью с остальными книгами составил фотоотчет который с радостью высылаю вам бог да завтра пойду в город владимир к отцу василию который несмотря на возраст ему 82 года очень ждет ваши книги и бог даст успеет их прочитать а может даже и поблаговествовать естественно что везу ему благодатнейшую вашу книгу к истинному православию я 40 лет собирал на нее материал ей вообще равных нету в мировой практике даже нету как вы так цените а иначе кто же я буду зачем бы я писал я если на это кто-то написано что у меня написано нигде не написано без пригляда к кому-либо никому не угождая признание своих ошибок новый завет столкования блаженов я филакта архиепископ болгарского и часть присланных мне ваших визиток а вас а также в отце и акиме вашей общине я много ему рассказывал и поэтому встреча с вашими трудами будет во всем благодатнейшей помощью о нем ранее немного писал вам дай бог бы пожить отцу василий еще немало лет во славу христа помолитесь пожалуйста о нем отце василий мои дорогие братья и сестры во христе мы молимся да благословит господь отца василия с радостью всех вас поздравляю с бог всем вам да мои дорогие крепкого здоровья долголетия еще больше радости от благовествования и пребывания со христом с любовью и самыми искренними пожеланиями добра мира и радости пенсионер александр кузьмич тетюшев город бугуруслан оренбургская область 30 декабря 17 года вот понимаете как все я сейчас опять подхожу сюда и буду по одной показывать он прислал посмотрите как сидит это он вот три комплекта и 13 кестному православию но я не знаю кто но сидит с левой стороны и все как положено только без платка видимо жена его визитки в руках держит вот как ну ладно я это буду так по одной гаси гасить и открывать он другую делает все взял на свои колени я ему подарил уже сверх он оплатил все вот эту вот книгу отдельно открытым оком ну и там еще то видимо послали новые заветы то другое то он с фотографии видно что фотографирует на ним там я не знаю что это монастырь какой ну хорошая картина все божественное так но и третье у него вот вот тетюшев то без бороды ты надо бороду не трогать еще же отец василий то вас нет жена чтоб платочки было никогда не красилась волосы не стричь ну и понятно но сидит застегнутый без галстука нормально вот теперь его бы взяли визитки в руки но он восемь штук прислал я взял 4 вот теперь он взял визитку около груди и у него сколько раз два три четыре пять шесть семь ну сбился то раз два три четыре пять шесть семь восемь девять десять десять видимо успел отослать десять его больше было кажется 13 но и тут раз два три раз два три да три комплекта а это вот новые заветы вверху по благословению патриарха кирилла четыре евангелия а тут открытым оком я не вижу какой-то том четвертый кажется и еще что то то есть уже не помощь ему послали вот видите как никогда мы не знали сегодня пойдут к отцу василия который враги то нападает и ну кто это будет благодарить а они опомниться не могут ну зря там все делает это это ничего не дает на меня это не действует я благодарю бога что у меня сходится со священным писанием все желающие жить благочестиво христе иисусе будут гонимы а это все остальное это по-русски сказано плевать да забыть вот но и опять новиков я пишу тит он сегодня вышел на работу сидит сергей александрович а так рад что господь его помиловал и снова на здоровый фотография послал вам 1193 он просил которые не ужатые то есть оригинал ничего помещать не нужно это я себе делал пометки чтобы знать что и где подписи под фото делайте сами у вас чувство и вы видите суть название роликов тоже переделайте сами я для себя тут и кое-как назвал чтобы только не перепутать если вы увидите что некоторые статьи из одного ролика нужно перенести в другой это тоже на ваше усмотрение и будет одни больше в пайл а другой меньше тоже никакой роли не играет только бы в общем все сохранить если где повтор есть пусть так и останется не велика беда тут до буковки взято все из книги для слова божия нет ус фото еще может быть штук с пол ста надо сегодня послать ему он чтобы сделал примерно 8 роликов будет из книги которая для слова божия нет ус отдельно выбрана от она книга из документа про лагерь про деревню про община наше про работу но и все дальше статьи газетные все статьи суды как были то есть очень интересный материал я думаю книга это как ключ является у меня ко всем другим книгам для слова божия нет ус она читается легко как я в тюрьме был лагере переживания все описано это ну тоже такой книги думаю что нету нету потому что кто строил деревню погублены то 21 тысячи а какие восстановились заново да чтобы на христианских православных обычаях но нету этого или чтобы детский лайк 1 в стране православный детский лагерь везде пишут и знают первый при советской власти 72 году уже был и 45 лет я был начальником его и ни одного повреждения тысячи детей отдохнули с родителями лагерь необычный я всем подчеркиваю у нас в лагере телесное наказание все проверка за проверкой еще нету но наказываю я ну спрашивать наказу вас избивают нет не избивает нас наказывают дети-то зашла за преступления какие мы делаем матерился сейчас не матерюсь но ничего нету врач кандидат наук осматривали не повреждение еще нету дети смеются никто не видел как наказывать никто вот приехали уже нынче года два назад приехали из кгб фсб вообще не ожидал лагерь так трудно там добираться было приехали мы в этот день уезжаем на благовестия они приезжают ну и тут я стиль дал телефон то в лагерь никого не запускать а снаружи пускай они имеют право ходить у них ордер прокурора есть тогда да а если нет чего ради то но и они побыли тоже отчет дали все пола и встречает и говорят еще нет но уберите из устава там и где что у вас физическое наказание телесное я говорю что я буду убирать без наказания нет исправления ребенок в страхе должен жить начала мудрости страх господний ну и так заглохло ничего нет суды были проиграли они вести до одного суда проиграли мне оплатили опровержения и все это в этих вот новых будет как назвать файлы или материалы разбил и вот здесь где местописание красно выделил большим шрифтом и вот так ну и показать надо наши ресурсы вот мой мир где я в шапке вот здесь можно переписывать богатые здесь ну смотрите только у меня друзей здесь четыре тысячи двести но неплохо фотографии своих но друзья это можно набрать там это не друзья тут двадцать одна тысяча двадцать одна тысяча но у кого фотографии свои двадцать одна тысяча то даже так сравните да какие они же интересно не просто стоит боком повернется если работа и игра и ну то еще только нету дальше видео здесь семь семь тысяч девятьсот двадцать четыре у кого свои видео ну нет этого ни у кого ни у осипова ни у кого нету каждый день у нас 10 роликов ставят а какие ролики то начитанный голосом библия все двенадцать томов златоуса сейчас выставляю их все двенадцать томов жития святых пять томов добротолюбие это не православное 4 тома григория диченко отца вот ну что игнатия брещенинов дальше отдельно канонной церкви книга правил там будут файлы идут по два с половиной часа почти вот какие большие дальше и прям сирин отдельно феодорит толкование ветхого завета это не православная те которые ну вот псевдо православное стоит такое рожицы корчат приехала она афанасьева из тв24 и там какого-то нашли томского евгений ой 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 да какой-то стоит да он заведует каким-то информационным отделом ударцев чон и плетет а его вот а этот откуда погонь вылезла на вас я говорю не знаю тут были ну пошли бы в местную епархию тут понятно я тут живу тут ни разу не был даже может в алтайском крае это и туда туда взяли оттуда что он говорит кто-то другой может послал или а может быть они не ездили туда зачем когда командировка суда это видимо оттуда созвонили нашли какие епархии против меня манкурты где кемеровской епархии они везде такие но тут чем-то помеченная шельмут бог метит но еще он городил он там в свой адрес какой только ругань и не вызвал он ничего не может показать нету я показываю смотрите вот у наш форум вот на первом месте сегодня новый год я его вытащил там ну посчитайте дальше на то события дня тут это что у нас нужно показать видеоканал 9200 роликов наших 9200 ну понятно что это не фотографии роликов и на какие темы интересная очень даже интересная вот сегодня я ночью поставил вот уже книга правила смотрите дальше что идет изучение святой библии 2 идут к кресту события дня добротолюбия том 1 везде читает игнатий лапкин ян златоус вот дальше мученики это жития святых ян златоус том такой-то святая библия сейчас уже книга царств 1 идет архипелаг гулаг это только за сегодня выставлено и где-то чё еще нету для если человек желает эту информации надо же по порядку взять двадцать восемь минут но 28 36 тут маленько побольше 36 37 36 вот занятия то вместе больше двух часов добротолюбия считает 31 два с половиной часа ну и здесь еще добавить нужно 15 11 22 20 минут 41 сейчас 26 ну часов 5 часов 5 слушать только за один день за один день и каждый день ну где это посмотрит один говорит у меня своей жизни не стало я только сижу у вас тут и смотрю получаюсь вот во свете библии православный библейский сайт ну что у меня здесь православный библейский сайт вот самое главное это 4124 ответа по темам это я отвечал в университетах вел занятия несколько лет во всех отделах милиции во всех воинских частях в техникумах десятка школ три радиопрограммы вел у меня вообще все заводы в фабрике но везде нет места такого где бы и не проповедовал и везде являлся с рюкзаками книг библии прокуратуры и суды заключенные тюрьмы лагеря а эти то которые но и чем-то недовольны а еще не недовольны это своей жизнью и вот сегодня сейчас разберем хотя бы один ролик сейчас о государстве речь идет вопрос 3568 двадцать третий том открытым оком прошло уже полгода это не 100 дней какие дают для разворота деятельности новому правительству россии и что же мы видим после 17 мая 2007 года после объединения рпцз смп как там за рубежом тут то ровным счетом ничего не произошло ни в храмах не в государстве не психологии посетителей прихожан церковных а как там научились ли произносить имя советского патриарха алексея второго или как это мне бумажка вопрос и что для несогласных поминать ридингера сделано уже в тех непокоривых приходах которые были замедлены и признание патриархии они так с наскоку ответ сами не был за границей в этом промежутке но слежу за интернетом за газетами местного калибра как российская газета учредитель правительства российской федерации вот под номером 50 4513 за 8 ноября 2007 года страница тринадцатая религия заметки из православной кругосветки возвращение именно на эту тему на все ваши вопросы объединения нужно было кому-то и чтобы на таких условиях когда погрязшая в политике и обещание советской патриархии ни в чем и ни на шаг не изменилось в сторону покаяния путин он молодец ясно что на месте пощевать на достигнутых лаврах с полуживым лавром сотрудники отделов коверкающих совесть человека пощевать не будут они будут действовать по-плоцки просчитывая все свои ходы и я не бы в тех кабинетах но представляю как сидят дворкин и кураевы с любезными дядьками это лет 15 назад писал в штатском и докладывать свои мнения на чем бы улестить зарубежные осколки белогвардейских отпрысков вернее их потомков питавших кое-что о россии разбушевавшийся тогда самая известная легенда в том что при отречении царя когда нужно было увидеть покинутость богом россии призвать к присмотру своих позиций к полному покаянию и возврату к первоапостольскому временам хитрющий дух тьмы подкинул новую тему если нет царя значит сама божья матерь взяла на себя миссию сохранения святой руси именно в момент отречения была обретена икона который так и нарекли державной жаль что 304 года до этого не было такого явления чтобы с самого начала богородица взяла себе на попещение то несчастную и так оплошавшую святую русь и в этой уверенности теплились жили за рубежом все эти 90 лет зарубежные патриоты что все же россия жива она удел матери божией и это все сконцентрировано в иконе державной так и нужно вести к ним эту икону и перед ней ставить патриарха и чтобы пролезть к этой иконе а что полезут и самые дряхлые и замшелые противники большевиков в том никто из соблазнителей малых сих и не сомневался и не ошибся их надежде вожделению что уж стоит подойти под благословение патриарха который так пышный изукрашенный представлен числа 25 1 5 и жил израиль в сетиме и начал народ блудодействовать за черями маава и приглашали они народ жертвам богов своих и ел народ жертвы их и кланялся богам их и прилепился израиль к вал фигуру и воспламенился гнев господина израиля и сказал господь моисею возьми всех начальников народа и повесь их господу перед солнцем и отвратиться от израиля ярость гнева господни и сказал моисей судим израилем убейте каждый людей своих прилепившихся к вал фигуру вот как и то что сейчас вот этот экуменизм на бытовом уровне все это собирается за столами безбожники и все это какие-то продажи там это все же экуменизм полном смысле этому всему придет конец икона не идол но ее сделали более почитаемой нежели идол и понесут зато наказание достойное примудрец соломона 15 5 взгляд на которые возбуждает в безумных похотения и вожделение к бездушному виду мертвого образа как говорится это чтим первообраз но на небе какой первообраз божья матерь мы иконам то отдельно казанской иверской тихвинской смоленской более трехсот икон так первообразно кому одна икона было понятно а тут именно празднование иконе изнесению обретению иконы не божьей матери она одна сестрица знаешь ли беда на корабле мышь мыши говорила ведь оказалось течь внизу у нас вода чуть не хватило до самого мне рыло а правда так она там лишь лапки замочила и что диковинки наш капитан или с похмелья или пьян матросы все один ленивее другого но словом нет порядку никакого сейчас кричала я во весь народ что к одну наш корабль идет куда никто и ухом не ведет как будто ложная распускала вести а ясно только в стоит заглянуть что кораблющий станет и тянуть сестрица неужели нам гибнуть с ними вместе авось недалеко земля тут в океан мои затеянности спрыгнули и утонули а наш корабль рукой искусный вадим достигнут пристани целы не вредим теперь пойдут вопросы а что же капитан и течь и что матросы течь слабая и там минуту унита а остальное клевета крылов иван андреевич и на этом сегодня все